Наталью Смирнову смело можно назвать рупором хлопзавода. Целеустремленная женщина сумела докричаться сначала до Акима города, на его отчетной встрече с населением, а затем и всей области. Женсей Туймибаев даже устроил личный прием голосистой леди, а всему виной калитка, которая оказалась забаррикадирована на долгие годы соседским забором и воротами. И чтобы попасть в собственный дом, женщине приходилось обходить целую улицу. До этого всегда была проезжая часть, только пять лет. Ее как перекрыли. Хотя пять лет назад уже было решение суда, что это признана дорога. Она говорила мне, выделили, а я по закону, по генплану. Все везде доказали, что это дорога. Я не могла попасть домой пять лет, крылья не выросли. Тяжелая техника, скорая, пожарная машина, судебные исполнители и множество соседей. На улицах хлопзавода такого переполоха давно не наблюдалось. Как вспоминают старожилы, дорога здесь была еще в советские времена и даже заложена в архитектурном плане. Но в один прекрасный день внезапно вырос забор, который теперь уничтожает экскаватор. Хозяйка снесенной постройки с решением Акимата не согласна. По ее словам, у нее есть все документы, разрешающие постройку. И на данный момент они находятся в суде. Домежа Ушибаева заявляет, все дело в личных недопониманиях с соседкой. Два входа захотелось. И с правой стороны, и с левой стороны. Когда у всех есть один вход и выход. Понимаете? А ей надо два входа и выхода, Смирновой. И с правой стороны, и с левой стороны. А то у нее бизнес остановится. У Ушибаева есть представитель, который действия судебных приставов тоже считает некорректными. Было вынесено решение обязать Ушибаеву Домежан снести строение и железные ворота. Но конкретно в решении суда не было указано. Не указано именно какие строения, сколько количество, размер, высота, ширина и какие именно ворота такого цвета. Сколько еще будут продолжаться соседские войны, неизвестно. Теперь соседям предстоит разбираться, законный был снос забора или нет.